Заслуженный артист России, актер театра и кино Александр Николин стал участником первого Всероссийского театрального фестиваля памяти народного артиста России Юрия Копылова. Ульяновскому зрителю Николин больше известен по сериалам «Кадетство», «Ранетки», «Десантура» и другие. А 35 лет назад он работал в Ульяновском драматическом театре под руководством главного режиссера театра Юрия Семеновича Копылова. Александр Степанович, здравствуйте. Здравствуйте. Повод, конечно, у нас такой замечательный, да, первый Всероссийский, посвященный памяти Юрия Семеновича Копылова. Вот каким вы знали, каким вы помните Юрия Семеновича? Вообще, Юрий Семенович известный театральный деятель, великий режиссер, с моей точки зрения, педагог, художественный руководитель, я думаю, что в сочетании этих качеств крайне редко бывает, но в лице Юрия Семеновича вот эти качества, они все гармонично как-то сочетались, и в большей степени я бы сказал, что лично для меня он мастер, великий мастер, потому что вообще любой актер, который с ним работал, мог с полной уверенностью сказать, что ему есть что вспомнить, и есть чем похвастаться от этого, в смысле общения с Юрием Семеновичем, потому что это всегда ты приобретаешь некий багаж, некую закалку в смысле творческом, я не буду расшифровывать все это подробно, потому что Юрий Семенович – это глыба, это личность, и вы знаете, сколько лет уже прошло, я по жизни все время вспоминаю Юрия Семеновича, как своего наставника на каком-то своем юношеском этапе своей актерской карьеры. А вот вы помните первую вашу встречу? Вы же уже были в театре? Да. Ну, она как бы, как во всех театрах проходит встреча, представляет ваш новый художественный руководитель. Ну, она не очень застревает в памяти, эта встреча, я, честно говоря, ее смутно помню, но в основном ближе к человеку узнаешь в работе, когда с ним каждый день видишься и каждый день работаешь, тогда ты что-то узнаешь про этого человека, понимаешь, насколько он твой человек или не твой, я имею в виду как сочетание актер-режиссер, но конкретно встречу я, честно говоря, смутно помню. Ну, помню, вот и официальное представление было, а дальше как все это развелось. Ковер вызывал вас? Да, он любил вызывать, не то что на ковер, в данном случае, когда вызывают на ковер, то понимаешь, что будет чистка, так сказать, мозгов, самолюбие, там подобное. Нет, Юрий Семенович, он любил вызывать, но на предмет какого-то индивидуального разговора, творческого характера, когда он говорит, я вот хочу попробовать вас в той или иной роли, пока трудно что-либо сказать, что из этого выйдет, но хорошо бы, чтобы вы уже почитали материал и мысленно как-то, так сказать, начинали программироваться на предмет этого материала. Ну, вот такие беседы были, да. Я читаю репертуар, ну, спектакли, в которых вы участвовали, и удивляет, конечно, удивляет работа Рома и Джульетта, Шекспир, Ричард II, Шекспир, Макбет, Шекспир, Укращение строптивой, Шекспир, все Шекспир. Да, были еще. Всем вам ворожили, чтобы он вам такие роли давал. Причем, вы на «Кролях» были, да? Вы знаете, это вот еще один знак моей благодарности, что вот так судьба распорядилась, что меня вот, она свела с Юрием Семеновичем, и я в этот период сыграл, ну, очень большое количество ролей, с моей точки зрения, вот такого масштабного значения. А Шекспир – это вообще, так сказать, величина очень достаточно большая по жизни, в драматургии. И для любого актера Шекспир – это очень значимо. И я вам скажу, что у меня еще были два «Веронца», но это были шекспировские пьесы, было укращение строптивой, да, упомянутые, еще потом у меня. Ну, а первая роль в «Ромео Джульетте» была, да? Первая роль была, первая редакция, не редакция, а спектакль другого режиссера «Ромео Джульетта». Я играл «Бенволю», а у Юрия Семеновича я уже вырос. Актерский я играл «Меркуцио». Да, я хочу сказать, что вы пришли в театр в 1983-м, да? А Юрий Семенович в 1987-м. То есть пять лет вы работали, вот, режиссеры, имена их назовите тоже. Просто интересно, «Ромео Джульетта» первая версия была поставлена при режиссера, как звали? Зарянкин Олег Ефимович. То есть при нем вы первую роль играли в «Ромео Джульетте». Уже с Юрием Семеновичем сначала «Ромео Джульетта» была, да? Да. А дальше какие роли? Дальше, ну, Ричард II. А там кого вы играли? Я играл Амерль, там есть такой персонаж. Там вообще, как бы, в спектакле была группа действующего короля Генриха, не помню, какая цифра, там, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, ее, честно говоря, не помню. И группа молодежи у нас в лице Ричарда II, который был наследником престола в будущем. Ну, и на этой почве там конфликт поколений, ну, и, естественно, наследников за власть. Вот, и я был в команде, соответственно, Ричарда. У нас такая беснующаяся была группа молодежи, вот, либеральных взглядов, там подобное. Ну, там, как сказать, не главная роль, вот, поэтому она все равно носила такой функциональный налет. Ну, тем не менее, все это было очень симпатично на тот момент и нового. Вот, я с удовольствием, помню, работал в этом спектакле. Коплов, еще раз говорю, он настолько был индивидуален, и это всегда привлекало, прежде всего, это его фанатичная любовь к театру. Он, по-моему, театром существовал все 24 часа в сутки. То есть, вне театра вы его не знали? Вне театра нет, но он практически, он, по-моему, в театре дневал, ночевал, по-моему. У меня было ощущение такое. Вот, и это был человек искусства, человек театра, со своим мировоззрением, со своим ощущением театра. У него, я вот это классифицирую, что Копылов – это театр. И театр Копылова – это обязательно проблемы большие, человеческие, глобальные. Это всегда театр эмоциональный, психологический, причем такого не просто поверхностного психологизма, а именно глубокого психологизма. И мы, он обострял и обнажал проблему, ну, на все 100%. Я еще раз говорю, что вот его способность, работу с актером, которая заводила в роли актера, вот до той красной черты, за которую нельзя заходить, потому что наступает момент, когда теряется реальность, и она переходит в нереальность. И вот он к этой черте в некоторых ролях, я вот про Освальд в данном случае просто это на себе чувствовал, что ты иногда заходишь, и все равно, ну, как объяснить это все? То есть актер, когда играет роль, он погружается в предлагаемые обстоятельства персонажа, но все равно наблюдает за этим как бы со стороны. И когда ты вот, вот это вот, между двумя актерами, один, который наблюдает, который исполняет, мы сближаемся и вливаемся в одно целое, вот тут наступает тот самый момент. Он, с одной стороны, очень привлекательный, ты дошел до такого градуса, а с другой стороны, он очень опасный, потому что там ты теряешь ноги под собой. Вот, но, тем не менее, заглянув туда, он позволял заглянуть туда, за эту черту, посмотреть, что там. И в то же время он как бы пришел, да? Да, туда нельзя уходить. Ну, я немножко так фантастически все это рассказываю, вот, но я не знаю, как это объяснить, это вот из области ощущений и игры, когда, ну, та же вот Медея я со стороны смотрел, когда Алла Троицкая работала, да, у меня было ощущение, что вот она туда заступила, вот, у меня было такое ощущение, за эту грань. Вот, но Юрий Семенович, это его стихия была, он это обожал, вот, когда происходили вот такие космические события, такого нереального характера. Почему же вы уехали из театра, вам такие хорошие роли предлагали? А, ну, вы знаете, плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом. Я это понимал головой, что театральный центр, он там, он в Москве, там все прогрессивное, все новое, все современное, там все происходит, и я как бы стремился как бы туда, потому что профессия, она на месте не стоит, она устроена так, что актерская профессия, она все время находится в стадии обучения, ты все время чему-то учишься, ты не можешь себе сказать, что ты уже мастер и все умеешь, нет, ты все время чему-то учишься. И на сегодняшний день я что-то новое приобретаю, думаю, надо бы вот хорошо сейчас вот это или это, а еще вот это освоить бы, поэтому нужно было стремиться к центру, к притяжению. Вы поступили в ГИТИС, как я вот смотрел, да, биографию ГИТИС учились. Ну, да, у меня... То есть вы решили повысить свою планку и еще... Ну, да, это тоже была одна из составляющих вот этого желания двинуться куда-то дальше в этой профессии. А какие театры там у вас приняли? Где вы работали? Ну, это целая эпопея была. Вообще сложно было устроиться там в театре в то время? Сложно, да. Хотя у вас уже был... Вы знаете, я так давно вывел формулу такую, сложнее всего переступить порог театра. Потому что, ну, масса препятствий. С одной стороны, ну, дайте мне точку опоры, я покажу, на что я способен, да. Но сложно переступить порог театра, очень сложно. Пришел, мне сказали, что нам не надо придеть осенью. А что я сказал? Ну, давайте я сейчас покажусь, а осенью я позвоню, узнаю, каков результат. Он говорит, хорошо. Быстренько собрали хоть совет, я показался, и они меня тут же взяли. Не ждали, не стали ждать осенью. Кто режиссер тогда был? Это был Валерий Иванович Якунин, вот. Он мне тут же предложил, как бы, работу. Потому что у меня были варианты еще. Там и был театр Ермоловский, и новый драматический. Господи, сейчас еще... То есть у вас были варианты? Было из чего? Варианты разные, они всегда есть. Естественно, зацикливаться на тот момент на одном театре было неправильным, но звезды сошлись именно вот на этом театре в начале. А потом, потом мне увидели, скажем так, люди из театра Малой Броны и пригласили. Я был приглашен еще в 2000 году. Ну, меня потом... А кто вас пригласил тогда? Пригласил меня... Меня пригласили в театр просто. Ну, они просто звонили? Я была встреча с Дуровым, Любом Константиновичем, потому что он на тот момент был главный режиссер. Вот, мы пообщались, я не пооказывался. Я просто свой послужной список открыл. Сказали, ну, когда ты все это успел, да, столько сыграть. Я говорю, ну, вот так. А в Камерном театре там я тоже очень насыщенно работал. Ну, из 17-18 наименований в репертуаре 14 были мои, в которых я был занят. Так что там, я помню, там были проблемы со съемками. Там просто, ну, невозможно было сниматься. Некогда было. Все время ты работаешь, работаешь, а киношники не очень любят кино. А вы уже тогда в кино были? В кино еще не было как такового. Это были, к сожалению, 90-е годы. Вот. Когда тебе 30 лет, ты полон силы и энергии, это самый твой цветущий период. А ничего не происходит. Это вообще печальное было время. В театре ничего не происходит, в кино ничего не происходит. Я, приехав, когда в 93-м году я успел сняться в трех или четырех там, картинах. Ну, там небольшие ролики были. Но, тем не менее, для меня это, как бы, тоже было, так сказать, начальный этап. Я до этого один раз как-то снялся. Это было там, ну, фрагментарное, что называется. Случайно. А тут я уже целенаправленно видел меня. Меня тут же предлагали, но там роли небольшие были. Эти фильмы, как бы, конуровали. Они такие однодневные были. Однодневкие фильмы. Вот. Но, тем не менее. А потом наступил стопор. Если помните, была только реклама и снимали клипы. Если удавалось сняться. Кстати, в тот период я много снимался по рекламе. И если удавалось... Что рекламировали? Да всякую ерунду. Мебель, какие-то продукты, что-то там. Чего еще? Господи. Всякие крупы, колбасы. Вот это вот. Все подряд. Ерунда какая-то там. Ну, для меня это не сама цель была, а это средств к существованию. Потому что, снявшись в рекламе, я там зарабатывал тогда там 200-300 долларов. На эти деньги можно было пару месяцев существовать безбедно. Да. А у вас уже тогда семья была, да? Да, да, да. И в театре даже был какой-то сезон, когда вообще не платили зарплаты. И приходилось, в общем-то, шевелиться. шевелить мозгами. А сериалы когда пошли? А сериалы начались с 2000-го года. Прям вот так вот. 90-е закончились? 90-е закончились. В конце 90-х, там, после дефолта, где-то вот 99-й, началось какое-то оживление в этой области. и вот с 2000-х, где-то там 2000-е, пошли какие-то предложения, 2001-й, 2-й, 3-й, 4-й, был период, где я очень плотно снимался, так сказать, был 5-й, там, до 9-го, по-моему, года. Там просто, так сказать... Это все сериалы были? Да, ну, сериалы и полный метр, полнометражные были фильмы. Снимали в основном сериалы. На полный метр нужны были другие деньги. А вот эти вот... Ну, сериалы тоже, они разные. Кто-то снимает сериалы, как кино, а есть сериалы конвейерные. Сразу выдают, да? То, что не сразу, да, в эфире там какие-то серии, а снимают, ну, на 5 серий вперед. Скажем так, в процесс такой. Те же на Ранетке, то же кадетство, такие долгоиграющие были. В Ранетках, по-моему, я года два снимался. Напомните вашу роль. Да, в Ранетках? Да. Ну, там группа девичья такая была. А ваша роль? Я был папа. Папа с Женей Рыженькой. Огурцовой, Алёхиной. Это она по жизни Огурцова. Вот. Такой немножко странный персонаж. Он там вообще написан был какой-то полным идиотом. Я ещё сглаживал углы, и так неординарная такая личность появилась, получилась в результате. Ну, тем не менее, да, ну, был-то. Была история. А вообще, есть роли, которые вам по душе всё-таки, в сериалах, я имею в виду. Не помню. Да, есть, бывают. Например? Который бы, ну... Я так посмотрел у вас в основном или детективы, или, ну, как правило, или люди в погонах. Да. Если ты где-то показался, а я показался, я уж не помню, какой первый там фильм был, но ты, в общем-то, с каким-то отрицательным налётом персонаж был, скажем так, неблаговидным, да, и меня как-то эксплуатировали. Да, но человек с погонами это раз, как сказать, кто-то мне сказал так, ты играешь в основном военных, врачей и неверных мужей. Еще врачей. Я говорю, почему именно? Я готов сыграть кого угодно. Но, тем не менее, вот киношники видят в одном облах, как-то. Чиновников иногда, там, сейчас, в последнее время всяких там директоры банков, там, губернаторы, ну, и чины, конечно, военные там. Солидно смотрятся, наверное, за это. Да. Вот, ну, кино тебе выбирают, а не ты выбираешь. Тебе предлагают, либо соглашаешься, либо нет. Ну, да и, в общем, в театре такая же, профессия зависимая, к сожалению, не ты выбираешь. Так что... А если бы вы выбирали? Что бы вы хотели? В какой роли себе? Ой, не знаю, материал разный бывает. Нет, вот некоторые говорят, я мечтаю сыграть там. Нет, 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 я уже не мечтаю сыграть Гамлета, абсолютно. Я, в силу того, что давно занимаюсь профессией, я всегда нахожу положительные стороны в каждой роли, независимо от того, что это за материал, но ищу, ищу, ищу интересное в этом персонаже для себя. И пытаюсь воплотить это все. Так что, ну, тут все зависит от режиссера, конечно, в большей степени, но... Вам с режиссерами везло, да? Тоже по-разному. Тоже по-разному был, Ну, в любом случае, я всегда работал, старался работать честно и профессионально. слово халтура в данном случае с этой профессией, но настолько несовместимо. Поэтому... Вот. А что касается лучшей роли? Не знаю. По-разному все. я как-то смотрю на себя на экране, ну, ну, как всегда, сняли и все, как сказать, и это все уже ушло в вечность. Тем более, сейчас, в театре ты можешь переиграть. Ну, да. Сегодня сыграл так, завтра ты... А завтра уже можно немножко поменять. что-то не так сделал, ты можешь это поправить. А в кино уже все. Это уже сняли. в театре вам больше по душе, да? Я... Не то, что повезло, да. В какой-то степени, да, надеюсь всегда на лучшее. Но театр мне ближе по духу. Хотя я обожаю кино и люблю киносъемочный процесс и получаю от этого удовольствие. Всегда я с удовольствием снимаюсь. Вот. Бывает, правда, роли попадаются там или режиссер какой-нибудь, с которым очень сложно работать. И мы там... Режиссер не выбирает актеров, да? Да, наоборот. Сейчас продюсеры выбирают. Канал утверждают, который заказывает материал, проект. Вот. И иногда попадаешь к режиссеру, который видел другого актера на этой роли. И он тебе, соответственно, ну давай, давай, сыграй что-нибудь. Так. Но потом, когда ты сыграешь, у него начинает глаз гореть, и он начинает тобой заинтересовываться. Но вот эту преграду надо преодолеть. Угу. Иначе потом, если не сработаешься, ну совсем плохо будет. Спасибо. Большое успехов вам. Сейчас, в следующем году и дальше. Спасибо. Будем надеяться. Как можно больше ролей. Хорошо, спасибо вам. До свидания.